Добрый вечер. Москва обрела двух грандиозных реформаторов, захвативших жителей в соучастники и определивших нам задачу терпеть. До пришествия Собянина и Ликсутова в столице можно было просто жить. Теперь нам необходимо соответствовать. И вот эти два реформатора, они у нас теперь путешествуют по средствам массовой информации, постоянно мелькают где-то в телевизоре и на информационных лентах. Везде они встречают грандиозное одобрение и поддержку москвичей. По любому поводу у них готова либо статистика, либо просто заранее распасованная по пакетикам человеческое мнение о том, что здорово, они замечательно все делают. Любая тема, к которой они прикасаются, непременно расцветает и обретает всенародную поддержку. Это само собой разумеется. Но при этом, конечно, Ликсутов идет все-таки пока вторым номером и про него не такой мощный поток. Он то, если кто видел, в интернете была эта картинка, когда он тайком от москвичей крался в столицу в тамбуре электрички предрассветной, так жался по углам и всячески не афишировал свое лицо, потому что по этому лицу могла нечаянно прилететь рецензия. Собянин, конечно, более масштабная личность, поэтому его обслуживанием занимается пресса более серьезного уровня, там не YouTube какой-нибудь. На днях Собянин съездил в газету «Вечерняя Москва», поздравил их с 90-летием и за большим серьезным столом пообщался с очень вежливыми журналистами, части из которых, я еще помню, довольно острыми и полемичными, а здесь они аккуратно сидели, затаясь и вежливо обслуживая товарища Собянина, который, естественно, красовался и рассказывал о том, как замечательно он обустроил и реорганизовал рабкрим и о том, насколько здорово все это будет. Разговор шел о нынешнем дне и нынешних достижениях и, конечно, выплескивался на среднесрочную перспективу. При этом, поскольку ни один чиновник у нас всерьез говорить не умеет и формулировать грамотно, не в состоянии даже под присмотром редактора, вот подобные диалоги, они тем и хороши, что на пять минут еще обычно хватает, а на десятой минуте начинают из шкафа вываливаться скелеты. И, конечно, пресса наша дорога тем, что она эти скелеты очень старательно обходит, ни в коем случае даже в порыве просто элементарного любопытства не наклоняется посмотреть, что конкретно вывалилось. И вот Собянин, введя оброк для москвичей, который требует еще оценки с точки зрения Уголовного кодекса и прокуратуры, рассказал предысторию, которая, в принципе, говорит о том, что он полностью профнепригоден, и уже было достаточно событий, за которые его нужно было пинком взад вышвырнуть из Москвы. Констатируя транспортный коллапс, Собянин сказал дословно следующее. Ситуация зашла в тупик, скатилась в хаос, анархию, вседозволенность. Центр просто парализовало. У нас не было другого выбора, кроме как ввести в центре платные парковки. Мы взяли на себя ответственность и приняли это решение. Вот этот вот пучок скелетов из шкафа очень старательно был обойден вежливой прессой, которая продолжала кивать головой. Во-первых, хаос означает отсутствие ГАИ. Дороги находятся не в ведении непосредственно мэра, и тем более не в ведении второго номера Ликсутова. Дороги у нас находятся в ведении ГАИ. И если мэр не в состоянии заставить ГАИ исполнять свои обязанности, то он подлежит увольнению наравне с начальником придорожной полиции Москвы, товарищем Ильины. Ильин за свои успехи получил генерала, и теперь он уже у нас генерал-майор, он пришел, если вы помните, с Ярославской голубятни полковником. Теперь он генерал, то есть все в порядке, претензий к нему нет. И рассказывая о картине хаоса, Савянин как раз и расписался в собственном бессилии. То есть и вдвоем с Ильиным пинком обратно. Одного в Ханты-Мансийский национальный округ, другого куда-нибудь в Ярославль. Пусть там занимается. Во-вторых, водительская вседозволенность, на которую Савянин так активно ссылался, она регламентируется рублем не по ставке срочно придуманного оброка, а в соответствии со статьями Административного кодекса и правил дорожного движения. Там полностью все прописано. Кому и сколько рублей. Не в офшор на Кипр, как это выяснилось, а в государеву казну в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. И все. Тут ничего другого не дано. И изобретать ничего не надо. И в-третьих, для наведения порядка все законы у нас уже давно написаны. У нас регламентировано абсолютно любое действие любой транспортной единицы, любого водителя. Нужно просто издать законы о соблюдении законов, больше ни о чем. То есть ничего не требуется нового. В-четвертых, центр ни в коем случае не парализовало. Проблема только в том, что лично кортежу Собянина, да, действительно трудно пробираться. Потому что рядом таких же мигалочников, которым тоже срочно надо, у которых такая же государевая ответственность во все лицо, тоже, соответственно, хочется проехать. И поэтому у них начинается пересечение интересов и потоков. Но говорить о том, что центр был парализован, это абсолютное вранье. В-пятых, Собянин сказал, что мы взяли на себя ответственность. Ребята, вы ответственность за себя еще не взяли. Она вас настигнет только при смене власти, по окончании литургического сна прокуратуры. Вот тогда мы будем говорить о том, какую ответственность вы на себя взяли. И, естественно, рассказывая о том, что доведя столицу и центр до коллапса и найдя неправовое решение, то есть конфликтующее в открытую с Уголовным кодексом и с федеральным законодательством, и с Конституцией Российской Федерации решение, Собянин традиционно кивнул, естественно, в сторону Берлина, Нью-Йорка и Лондона. Хотя нужно было кивать в сторону Магадишо, Уламбатора и Пхеньяна. Потому что именно эти города, мировые столицы демократических стран и республик, они более характеризуют соотношение наших и их достижений. Что такое Лондон? От того, что Собянин ходит в галстуке, это не значит, что мы имеем какое-то отношение к Лондону. Мы ни в чем не имеем отношения к нему. Мы не сопоставимы абсолютно ни в чем. Не говоря уже о Нью-Йорке или Берлине. При этом Собянин вывалил еще один скелет из шкафа. Оказывается, он достаточно успешно за свои два года одолел экологическую проблему. Молодец. Причем сделал он это совершенно стандартным методом. То есть не он пересадил москвичей на автомобиле класса Евро-4 и Евро-5. Не он позакрывал заводы, которые являются основной угрозой любой экологии. А он, оказывается, ввел более строгие требования к бензину и впервые ужесточил стандарты. Ну, насчет того, что впервые это опять-таки вранье, потому что и до него жестокостями было очень много интересных порывов у Лужкова. А вот по поводу того, что он решил экологическую проблему путем введения более строгих требований к топливу, вот тут как раз есть очень любопытный результат его деятельности. Потому что именно за те два года, сколько Собянин у нас руководит водчиной под названием Москва, у нас появилось такое явление, оформленное уже даже на уровне официальной терминологии, называется масляная чума. Это когда довольно быстрый движок почему-то помирает, и первоначально было ощущение, что это от плохого масла. То есть где-то по Москве стало появляться в товарных количествах паленое масло, которое губит двигатели очень даже неплохих иномарок. И компания Shell решила разобраться, пытаясь понять, что происходит. Она взяла пробы всего, чего только можно, и выяснила, что это бензин. То есть по Москве торгуют паленым бензином, который имеет такое серьезное и концентрированное количество яда и очень токсичных веществ, что с одной заправкой вбивают мотор. Происходит химическая реакция именно с маслом, собственно, почему она и называлась масляной чумой, и почему именно Shell взялся за решение этой проблемы. То есть реакция происходит настолько мгновенная, настолько быстрая, там буквально хватает 10 километров пробега. И в результате химической реакции масло превращается в такую субстанцию, очень похожую на деготь. Все, двигатель клинит, там кривошипно-шатунный механизм разлетается в дребезги. Я эти двигатели видел, наблюдал, как ребята пытаются с ними что-то сделать. Вот масляная чума появилась как раз именно сейчас, когда Собянин, оказывается, ввел более строгие требования к бензину. Причем законодательно, вот когда нужно закрыть ларьки, делается легко. А когда нужно проверить АЗС, то выясняется, что здесь закон не позволяет всерьез размахнуться, потому что проверка только раз в три года. Ну, достижения замечательные, скелетов много, перерыв на новости. Продолжая вываливать из шкафа скелетики, Собянин, общаясь с очень вежливыми и подобострастными журналистами, вечерки, ну, все-таки праздник, поэтому как же можно было величие реформатора тревожить каверзными вопросами. Вот Собянин рассказал о том, что же делать москвичам впредь. Во-первых, набраться терпения. Вот такая теперь у нас обязанность. Мы должны соответствовать высокому званию города, который уже мысленно, по крайней мере, для самого Собянина, где-то ровня Лондону, Нью-Йорку и Берлину, и терпеть. Это самое главное, чем мы должны заняться. Мы должны терпеть. А потом, когда реформы закончатся, мы с вами получим город, в котором, ну, вот, например, на Красной площади вместо снесенной гостиницы «Россия», довольно крепенькая такая еще гостиница «Россия», нам за несколько миллионов построят настоящее болото. Если вы видели проект, победивший там несколько климатических зон, и одна из зон, характеризующих непосредственно всю нашу страну целиком, это болото, поэтому на Красной площади за несколько миллионов рублей будет построено настоящее болото с камышами, комарами, лягушками. Это чрезвычайно важно. Это во многом, конечно, позиционирует нашего сельскохозяйственного по происхождению мэра города, который считает, что очень хорошо, когда до ближайшей деревни можно пройтись на лыжах. Поэтому вот когда терпение наше, если оно не лопнет раньше, оно увенчается какими-то достижениями мэра, мы получим болото на Красной площади, мы получим невероятную по километражу пешеходную зону, потому что, как выяснилось, это очень здорово. Мы мечтаем ходить не только строем, но и пешком, нам очень нравится, а размер города позволяет иметь десятки километров пешеходных зон. Раньше почему-то казалось, что Москва настолько большая, что надо как-то на транспорте. Нет, ничего подобного. Мы получим город, приспособленный для того, чтобы по нему можно было ходить пешком, причем на очень большие дистанции. Там все набережные Москвы, например, будут полностью пешеходными. Когда наше терпение увенчается результатами деятельности двух наших реформаторов, мы получим город, в котором платный каждый двор, потому что любую машину свою мы должны будем хранить за деньги на том месте, на котором она сегодня стоит бесплатно. Сегодня-то она, конечно, стоит, и владеть-то мы ей, конечно, можем, но земля под ней будет гореть, она будет очень сильно платной, потому что вот этот вот уголовный натиск, с которым с нас взимаются деньги, он никакими абсолютно следственными комитетами прокуратуры не остановим ни в коем случае. Мы получим новую Москву, где в лесу затевается строительство 50 парков, и в полях затевается строительство офисов для увеличения количества рабочих мест. И судя по интервью товарища Собянина с счастливыми журналистами «Вечерней Москвы», в результате мы еще получим город, в котором будут привлеченные извне трудовые ресурсы, без которых не может обойтись абсолютно наш реформатор ни в коем случае, просто никак. И, к сожалению, мы будем довольно долго наслаждаться этими результатами, потому что, единожды начав и не поставив никаких препон, мы обречены не только терпеть, но и удостоиться результата. Я ставлю на голосование самый интересующий меня вопрос, как москвича. Если вы считаете, что Собянин и Ликсутов — это благо для Москвы, 5533 — русская буква «А». Если вы считаете, что Собянин и Ликсутов — это не благо для Москвы, это вредительство, 5533 — русская буква «Б». Голосование запущено. Поехали по пробкам. У нас нашлось, считает, что 9 баллов город стоит. Мейл.ру считает, что 10 баллов движения нет. Картинки, наконец-то, совпали. 65, 10, 9, 9 и 6. Михаил, здравствуйте. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Здрасте, Михаил. Я рад очень, что до вас дозвонился. У меня такие два вопросика. Вот я сейчас езжу на «Тойоте Камри» 2008 года. Что вы можете по ней сказать? Она у меня 112 тысяч пробега, и вот... Я думаю, Михаил, я думаю, что она у вас зеленая, в багажнике у вас лежит запаска, и у вас руль слева. Это отвечает на вопрос, что я могу сказать по ней. О том, как долго она еще вам прослужит, ну, понимаете, я не пью кофе. Вот в чем большая проблема. У меня даже кофейной гущи нет для того, чтобы быть как-то точно в диагнозе. У вас какой мотор? 2,4. 2,4 хватает обычно на 250 тысяч километров пробега, без особых проблем, хотя, конечно, знаменитое японское качество покинуло, в том числе, модель Камри. Но раз 112 вы уже проехали, еще 112 вы проедете, имея некие проблемы по коробке и по подвеске. И еще у вас будет падать компрессия в четвертом цилиндре. Понятненько. И вот основной вопрос по поводу... Вот сейчас выбор стоит между машиной Mitsubishi Pajero Sport и новым Trailblazer'ом, дистанным двигателем. Вот какую лучше машину? А вы их уже смотрели? Да, я в той и в той сидел. Они обе большие, огромные. Единственное, что не ездил. Там многое раскрывается в поведении этих машин, именно на ходу. Насколько вам важно, какой внедорожник из этих аппаратов получается? Вы за город собираетесь серьезно углубляться? Ну, нет, не особо. Ну, тогда вам подойдет, конечно, любой полный привод. Но Trailblazer, по-моему, это такая очень спорная машина. У нее есть определенный потенциал пикапа. Мне она не понравилась абсолютно ни в чем, но у нее бензиновый мотор хороший. Дизельный просто мотор, она с ним нормально едет. В салоне 7 мест, от которых невозможно избавиться. Две лавки сзади, перекрывающие багажник и искажающие уровень пола. Они туда привинчены насмерть, выкинуть их нельзя. У машины очень хорошая неубиваемая подвеска. У Trailblazer, то есть хода подвески мощные. И сама по себе кинематика подвески с артикуляцией мостов, она сделана с таким расчетом, что всякие интересные неровности на местности она преодолеет легко и играючи. Поскольку у него блокировок нет, то, соответственно, она рано или поздно остановится. Pajero Sport в этом отношении. Он имеет более пробиваемую подвеску, в экстремальных условиях пробиваемую. В мирной жизни этого не почувствуешь. Но зато он имеет замечательную, совершенно суперселектовскую блокировку заднего дифференциала, что позволяет выкрутиться. Ежели чего? То есть, ежели вас судьба закинет куда-нибудь. И здесь, конечно, вечный антагонизм между тем, есть ли у нас в Калуге настоящее японское качество, и лучше ли собирают негры имени Нельсона Манделлы на заводе в ЮАР Chevrolet Trailblazer. А вот у меня вопрос, да, их собирают в Тайване, мне сказали, нужно это или нет? Ну, знаете, Тайвань и Таиланд, это не одно и то же, хотя первая буква у нас все-таки Т. Его собирают в ЮАР. Там сейчас как раз большой всенародный праздник. Народ пляшет и закапывает своего любимого Манделлу на бис. Его еще три дня будут показывать в форточку всему населению, потом закопают, потом примутся за работу. Возможно, это тоже поднимет качество Trailblazer. Тайвань и Тайвань и Тайвань. Так, поздравляю, вы купили одну из лучших машин, которую можно было купить. Спасибо. Вопрос такой, насколько он будет более адекватен на бездороге, соответственно, по сравнению с Кайроном. И второй вопрос, какой лучше приобрести резину для смешанного езды 50% в городе и 50% бездороги. Ну, летнюю, соответственно. Вы хотите купить ту самую универсальную резину, которая вас протащит везде и сразу. Такой не будет. Все беговые кроссовки, рассчитанные на асфальт, пасуют на бездорожье. И наоборот, резина для бездорожья, она очень тяжела в городе. Но, ну, в принципе, пытливым разумом вы себе найдете. У Гудрича, у него есть несколько моделей, которые подходят и туда, и сюда. А насколько она сильна на бездорожье? Она одна из самых сильных машин на бездорожье. Кайрон по своей проходимости она превосходит многократно. И вот именно Паджеро Спорт это та самая машина, которая прямо со склада, прямо непосредственно из магазина, уже без дополнительных переделок готова к работе в условиях той действительности, которая у нас называется дорогами. Скажите, Дмитрий, как вы считаете, у нас Собянин это во благо для Москвы или нет? Я считаю, что нет. О, еще один голос в копилку. Перерыв на новости. Голосование продолжается. Вы не поверите, но 4% москвичей считают, что Собянин и Ликсутов это благо. 96% пока считают, что это абсолютное вредительство и, соответственно, о благе здесь нет никакого слова. 65, 10, 9, 9 и 6. Наши оба пробочных сервиса продолжают статично показывать одни и те же данные. Наш Лось 9 баллов. Город стоит. Ну, Мейл.ру 10 баллов. Движения нет. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Роман. Я давно хотел до вас дозвониться. Все вот никак не получалось. Руки не доходили? Нет. Тяжело. Тяжело до вас дозвониться. Очень тяжело. Пока дозванивался, уже приобрел автомобиль. Так вот, я не воспользуюсь. Сколько лет вы дозванивали, что уже успели машину купить? Около трех месяцев. Вы быстрый. Быстрый. Вы купили машину. Это очень здорово. Какую машину купили? Да. Mitsubishi Outlander. Трехлитровый. Ух ты. XL. Правильно. XL? То есть предыдущий? Да, да, да. Предыдущий. 2012 года. И вот тоже слышал много передач про Mitsubishi. Вы рассказывали, что, да, к сожалению, марки больше существовать скоро не будет и прочее. Слышал, как хвалит типа Jero Sport. А про Outlander вот так ни разу ничего не услышал. Вот хотел вас узнать. Все-таки 3 литра с адаптивной коробкой. Правильный ли выбор? Действительно ли хорошая машина? Вот на ваш взгляд. Роман, из всех Outlander, которые продавались, вы купили лучшую. Потому что и мотор хороший. Он остался в модельной линейке и по сию пору стоит под капотом. И Pajero Sport. И он же стоит на новом Outlander. И у вас, что самое главное, у вас не вариатор, у вас автоматическая коробка передач. Это очень большой плюс. Если вариатор вашу машину лишает правильного бездорожья, то АКПП позволяет соваться уже туда, куда даже Маккар не всегда позволяет себе. Потому что она не перегреется, она в какой-то момент не откажется исполнять функции. Поэтому у вас самый правильный автомобиль. Тем более, что по салону там такая серьезная работа была сделана. Там кожаные вставочки замечательные. У вас огромный багажник. И в этом отношении среди легковых машин Outlander абсолютно прав вот в своей идеологии трехлитрового бензинового мотора и автоматической коробки с полным приводом. Эта машина много чего себе позволяет. Хотя, конечно, как только вы на какой-нибудь пенек наскочите, выяснится, что там у вас Сталинград и все закончится сразу. Ну, я живу в области и ездил на седания и три года в Форт Мондео я поменял три раза бампера по кругу. Ни разу не участвую в авариях. То есть, это только сугробы, только какие-то пеньги, прочее, прочее, прочее. Да, да, так и будет. Поэтому, и еще маленький вопрос. Зимой при покупке советовали ездить, вот если действительно заснеженная дорога и область, говорили, то, что ездить не на полном приводе, а на блокировке полного привода, то, чтобы он постоянно крутил. Что по этому скажешь? Вообще, настоящие джиперы, они всегда предупреждают. Помните, что блокировка межосевого дифференциала, это благо, она спасает и коробку, и двигатель. И те, кто этим пренебрегает, имея серьезную нагрузку на трансмиссию из-за бездорожья, из-за преодоления препятствий, они со временем приходят к тому, что все у них хорошо, кроме одного, мотор перебирать приходится. Поэтому, вполне возможно, что здесь это разумная рекомендация. А по скорости, то есть, вот опять же, да, несмотря на то, что все-таки кроссовер и плохие дороги, езжу быстро, достаточно быстро. На это влиять никак не будет? Ну, до тех пор, пока вы не загнули раму, а пень, это абсолютно никак влиять не будет. Я вас понял, я вас понял. Спасибо большое. Скажите, Роман, как город, как человек, ежедневно посещающий наш город, как вы относитесь к реформам Собянина и Лексутова? Это благо для города или нет? Знаете, я с Москвы касаюсь достаточно центра, по крайней мере, и бульварного кольца преодолеваю крайне редко, а вообще дороги и Москвы, и Московской области ужасно загружены, и все новые районы, которые строятся, только ухудшают и ухудшают ситуацию. Я сам с Красногорского района и даже дальше Истринского. У нас построили новый район, его еще не заселили, но район домов 20 по 25 этажей, то есть это где-то тысяч 10 человек прибавится, а никаких путей объезда, кроме какого Каламского шоссе, для них не будет существовать. Поэтому я боюсь, что мы пересядем скоро, да, на собак. А вы знаете, Роман, в чем здесь главный ответ? Ответ в том, что вот когда строится подобное жилье, руководство городов, позволяющее подобное без инфраструктуры, обязано вменять застройщику строительство подъездных путей, коммуникаций и благоустройства. Но это снижает прибыль. Если городоначальник, в том числе в вашем Истринском районе, топнет ножкой и потребует от застройщика благоустройства территории и сам инициирует строительство новой дороги, тогда все люди, вовлеченные в этот процесс и облеченные властью и заботой о нас с вами, останутся без дополнительного дохода и в офшор ничто не уйдет, потому что все деньги осядут здесь. И это градостроительная политика, она у нас в том числе в Москве, не говоря уже обо всей стране. И, на мой взгляд, вот как раз появление подобных микрорайонов, никак не привязанных к цивилизации, кроме как за счет нынешних уже проложенных коммуникаций и дорог, это как раз один из ярких показателей того, насколько несостоятельны люди, стоящие на сегодняшний день у власти. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Вопросик, Сергей, такой. Приобрел себе относительно недавно Ford Focus универсал 2 литра комплектации Titanium PowerShift коробка. Вот хотел бы узнать ваше мнение по этой машинке. Ну, это замечательная машина и прослужит она вам хорошо. PowerShift, он, кстати, в отличие от DSG, конечно, тоже гад редкостный, но если DSG сыпется все более интенсивно по неизвестной причине, то PowerShift, будучи той же самой конструкцией, все-таки в 50% случаев выживает. Это огромное техническое достижение Ford'а. Молодцы, то, что они столь высоко подняли качество своих роботизированных коробок. В отличие от Volkswagen, у которого коробки просто ну, дохнут как-то совсем уже. Такое ощущение, что там коробочный вирус какой-то подселили. Ну, да, я об этом слышал. Но вот как бы вчера вот на ТО как раз был, сказали, что масло вот в PowerShift на фокусах вообще не меняет как бы до конца срока службы. какое-то странное заявление сервисеров. Ну, да, если они не будут вам менять масло, значит, за пределами гарантийного срока, то есть через два с половиной года вы приедете на замену коробки за свой счет. Не бывает технических жидкостей вечных. Никогда. Вообще не существует их. и там, где заявляют, что масло на весь срок службы агрегата предел 60 тысяч. Но на самом деле его нужно менять до 40. Поэтому где-нибудь до 40 тысяч километров вы возьмете какой-нибудь тяжелый аргумент, например, боксерскую перчатку либо паяльник и придете поговорить, чтобы вам превентивно поменяли. Потому что недопустимо ездить на коробке PowerShift, не меняя там техническую жидкость. Это абсурд абсолютный. Это недопустимо ни в коем случае. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Рад до вас дозвониться. Ура! Наконец-то! Слава Богу! Как ваше отчество, Артем? Ой, Валерий, да у меня возраст не такой, чтобы вы меня по отчеству называли. Минуточку. Артем Валерий, минуточку. Вот это пренебрежение к человеку, когда к старшему по отчеству, а к младшему на ты, это как раз одно из подлых достижений советской власти. Потому что люди либо равны и оба по отчеству, в силу того, что они воспитаны, либо оба по имени, если они так договорились. Так что, Артем Валерьевич, мы на равных. Все, я вас понял. А можно тогда Сергей? Артем, я рад. Отлично. Сергей, смотрите, по какому вопросу звоним? Значит, первое, хотел как бы озвучить, да, то, что вот в пределах бульварного кольца сделали, с начала лета платную парковку, на самом деле это не везде. Хотел бы сказать, что Страстной бульвар, один участок, алло, алло, да, я тут. Все, все, понял. На Страстном бульваре один из участков есть бесплатная парковка, ввиду того, что там кое-кто работает, вот, к сожалению, кто конкретно, знать не буду, потому что я там работаю, каждый день ставлю машину, и эта парковка бесплатная, ни штрафа, ничего не приходит, то есть вот так вот у нас, соответственно, выполняются даже те законы, которые приняты. Хотел бы обратить внимание. Ну и, соответственно, самый главный вопрос по машинке. В свое время, ну и до сих пор, да, влюбился в машинку Kia Ceed, купе, Прошка, соответственно, купил ее, езжу безумно, и так далее, но машинке уже шесть лет, пробег уже за сотни перевалил, и хотел бы, соответственно, другой автомобиль приобрести. Вот хотел бы услышать ваше мнение по поводу автомобиля Range Rover Evoque. Ух ты! Да, как бы, вот понимаете, знаю, знаю, что и электроника бывает плохая, и так далее, но вот влюбился, вот понимаете, вот как в свое время в Kia Pro Seed влюбился, вот то же самое влюбился вот в Evoque. И, ну, по поводу поддержанных автомобилей ваше мнение я знаю, но вот все же хотел бы услышать по поводу поддержанного Evoque, какие у него болячки и так далее. Ну, я понимаю, что машина машине розет. Ну, и, соответственно, про новые автомобили. Ну, если вы все-таки дотянетесь до новой машины, то берите новую, если на вторичном рынке, то ни в коем случае не берите на механике. Несколько таких машин в нашу страну завезли, и механическая коробка на Evoque существует только для одного. Для того, чтобы вы на ней покатались, плюнули и купили с автоматом. Потому что ничего хуже, чем вот эта механическая коробка, я пока в своей жизни не встречал. Но на Жигулях было, наверное, чуть получше. А все остальное, как повезет. Если вы будете ходить по вторичному рынку, то какая разница. Смотрите просто ресурс, сколько там чего, скручено, не скручено, и попытайтесь понять причину продажи. Потому что Evoque это слишком красивая машина. Ее берут не за технику, ее берут за эстетику. Если ее продают, значит, не может быть, чтобы она надоела. Значит, накосячили. В чем была проблема? Ей запороли что? Мотор. Или ее приложили об телеграфный столб. И какая-то должна быть подоплека. Иначе от подобного дизайнерского изделия не избавляется никто и никогда. Поэтому на вторичном рынке найти честную машину будет, ну, как минимум, странно. Впарить обязательно. Но сам по себе Evoque это настолько грандиозный дизайнерский проект, что я прекрасно вас понимаю. Любовь здесь абсолютно уместна. Ищите, просто будьте подозрительны, очень подозрительны. Потому что понять причину, по которой продают, это ответ на вопрос, на сколько денег вы налетите в будущем. Это я вас понял. Спасибо. Сергей, скажите, пожалуйста, вот там, смотрите, там двигатель есть, значит, турбодизели, 2,2 литра, 150-190 лошадей, и бензиновый, тоже турбированный, двухлитровый, 240 лошадей, если не ошибаюсь. Соответственно, если дизель 190, если бензин 240, вот какой, на ваше мнение, двигатель лучше? Потому что никогда на дизеле не было автомобилей, не ездил, к сожалению. У Ивога, значит, дизель у Ивога стоит тот же самый, который придуман совместно Фордом и Пежо. Проще говоря, это пежошный дизель, а Пежо, это одна из лучших в Европе фирм, которая делает самые блистательные дизеля. А 2,0 в 240 лошадиных сил это очень хороший мотор, но вам обязательно нужно будет купить еще собственную бензоколонку. Иначе вы просто разоритесь, потому что расход топлива там, вы не поверите в расход топлива, вам будет казаться, что у вас датчик врет. Потому что такого расхода топлива, ну, у самолетов это бывает, у танков это бывает, у автомобилей, ну, в общем-то, нет. И дизель, даже 150 лошадиных сил вам будет хватать выше крыши. Очень хороший мотор. Перерыв на новости. Ну, вот и нашлось. Наконец-то признался в том, что коллапс 10 баллов. Пешком быстрее написано у них на сайте. С точки зрения Mail.ru да, 10 баллов, движения нет. Ситуация трагическая. 65, 10, 9, 9, 6. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте, Сергей. Добрый день, Сергей. Очень рад вас слышать. Я тоже. Вот, наконец-то я до вас дозвонился. Хочу поблагодарить, во-первых, за вашу передачу. Спасибо. И хотел спросить вот какую вещь. Можете ли вы что-нибудь про Вингл рассказать? Про Вингл или кого? Не слышу. Вингл пикап. Вингл пятый. Вы туда нос засовывали? Я даже там посидел. Через сколько вас оттуда выкинуло взрывной волной химических веществ? Вы знаете, дело в том, что я строитель, и меня это как-то не особо смущает. Я, честно говоря, не ощутил. Ух ты. Вингл это единственный полноприводник Great Wall в котором боевые отравляющие вещества имеют такую чудовищную концентрацию, что через полчаса езды голова начинает болеть конкретно. Причем это не касается остальных Great Wall внедорожников, но вот Вингл сделан почему-то именно так. Возможно, что у вас настройки, конечно, шикарная адаптация, а сам по себе аппарат для того, чтобы особенно по работе это очень классные резиновые сапоги. Люди в них так себе, а вот например на работу что-нибудь подвезти, подтащить там стройматериал какой-нибудь да, вполне работает. При том, что Great Wall он сориентирован на Европу, у него особых перспектив в Китае нет, в Китае он мало кому нужен, как любой другой китайский бренд, и они на заводе в Гжеле пытаются что-то такое для нас созидать. Потом если вы тем более строитель и человек рукастый вы эту машину доведете до ума поменяете у него половину комплектующих на аналоги от японцев и получите в итоге там года через три кузов в мелкую дырку от коррозии на раме которая пока еще не погнута и все это исправно работает потому что половина комплектующих будет японскими но за эти три года машина будет выполнять функцию приносить помощь она будет полезной в хозяйстве это очень серьезные достоинства любого аппарата тем более что рамник рамник ломать всегда тяжелее чем другую машину ну да вот я поэтому него и облизывался потому что особо денег нету я сейчас на добло езжу но его мне уже мало а кстати вот задняя подвеска добло на рессорах из одного чугунного листа когда вы идете порожняком она вам как по позвоночнику и по шейному отделу не лупит да нет нормально я порожняком практически не езжу ну вы вы иногда же бывает так что из дома куда-нибудь отправились еще пока не под загрузкой или вы уже прямо из дома а все равно то есть получается так что там ну хотя бы мешок с поклевки но там лежит потому что по дороге обязательно нужно завезти куда-нибудь ну Сергей вы человек крепкий чрезвычайно вы с Great Wall справитесь хотя вот если вы ищете именно помощника по хозяйству ну Great Wall я бы никому не рекомендовал потому что он первые 5 секунд обладания новенький иностранный хорошо упакованный пикап как только вы выехали за пределы салона это старый китаец который вообще никому не нужен в принципе если вас разочарование какое-то постигнет или рано или поздно возникнет необходимость его продать проще будет его уронить с обрыва по крайней мере ну вот в Доблу у меня ровно та же история получается хотя насколько я понимаю у него предел это 300 тысяч километров ну где-то да да вот 240 из них я уже проехал замечательно вот ну бегает старик нормально все ну вообще если бы он гад еще и не бегал его нужно было бы пристрелить в молодости так он просто нормально работает за что ему спасибо тем более вы постоянно его используете по прямому назначению он у нас под грузом идет когда люди его покупают по ошибке потому что у него большая кубатура платяного шкафа они вот как раз потыкаются о заднюю подвеску поражняком там невыносимо у вас такого не бывает то есть все хорошо вы используете вещи по прямому назначению это очень большой правильный подход в жизни но куда его девать потом да никуда под забором оставить я думаю что да как бы я его причешу напоследок вот и отдам своей женщине чтобы в булочную ездила не более того ну не очень гуманно хотя знаете как у каждого свои отношения с женщинами не почему ну встает она где-нибудь возле булочной я ее спасу тоже прекрасно это да это да и пусть он там дальше возле булочной стоит ну в конце концов вы можете в нем открыть булочную тоже вариант тоже там всякие а в грейтвале наверное не получится а сколько какой ресурс может у двигателя ресурс у изделия который собран непонятно кем непонятно как непонятно зачем и непонятно ради чего непонятно за какую зарплату он очень тяжело прогнозируется есть грейтволы которые живут есть грейтволы которые не живут предположить как именно созидался ваш агрегат но это совсем странно все-таки традиционный вот именно родной китайский автопром это подделка и подделка под Китай это подделка либо под Китай либо под что-нибудь еще китайцы не научились делать автомобили они не будут никогда уметь делать автомобили и они уже четыре раза меняли свою стратегию в отношении автопрома и вот теперь-то они поняли что бесполезно сами они ну руки у них из того места а голова так интересно прикручена к этому же месту что у них никогда не будет собственного автопрома и поэтому они будут теперь брать в плен целиком фирмы иностранные вот как например Корис получился у них где они набрали немцев предателей и предатели сделали им с нуля очень приличную европейскую машину и теперь появилась первая китайская машина которая к Китаю имеет такое очень опосредственное отношение потому что даже там на конвейере где все-таки китайцы еще встречаются стоит немец с пулеметом в каске и заставляет их нормально крутить гайки а любой китайец как только ты отворачиваешься он обязательно эту гайку плюнет уронит и сорвет резьбу и Great Wall в этом отношении это как раз вершина тупикового пути по которому дальше Китай не пойдет лучше искать все-таки пусть даже подержанную какую-то технику у вас семью вы должны возить при этом или как у вас время от времени изредка да потому что есть такой еще ход когда машина нужна для работы поискать какого-нибудь форда например старого рейнджера с неликвидной кабиной либо двухместной либо полуторной у них цена заметно ниже потому что по ошибке несколько машин в нашу страну завезли они до сих пор существуют убиваются они очень неохотно а по хозяйству они приносят много пользы за счет полуторной кабины они не под пижонство они под функцию их можно купить и это будет гораздо лучше на самом деле рассчитывал вот либо облизывался на новую машину потому что со старыми я наелся проблем это правило в новой ты расхлебываешь как бы известные проблемы вот и они возникают изначально старая машина она конечно это целый пучок проблем дополнительных конечно конечно вот поэтому как бы я исходил из того что либо уж покупать новую машину пусть там как бы не брендовую но это все таки машина для работы в первую очередь а если нет то тогда там брать транзит у которого купатура гораздо больше чем у пикапа да но транзит же новый вы тоже не возьмете вы же возьмете если брать бэушный то там допустим какой-то транзит или ну на Т5 наверное я не наскребу вот либо вы идете берете новый транзит либо новый например боксер который больше по кубатуре потому что новый транзит будет 11 кубометров а новый боксер будет там порядка 17 кубометров за те же самые деньги но у вас получается уже ценник под миллион либо акцион спорт санговый-йонговый он конечно слабоват будет по задней подвеске у него сзади пружины но это пикап в котором за 800 тысяч в принципе все для жизни есть и у него очень хорошие моторы вот эти сангенговские двигатели они конечно и с определенным ресурсом но и они очень грамотно чисто инженерно сделаны но китайцы я бы вам не советовал в принципе это как-то совсем перебор и вот какие любопытные результаты на самом деле целых 4 процента по-прежнему 4 процента количество голосов увеличилось процентовка не изменилось считаю что Собянин и Ликсутов это для Москвы благо 96 процентов считают что Собянин и Ликсутов это вред для Москвы они считают что это вредительство эта картина довольно любопытная потому что она никакого отношения не имеет к официальной статистике Собянин уверен в том что он не просто большую помощь оказывает в Москве он еще и пользуется всенародной поддержкой и Ликсутов который прячется от москвичей в тамбуре электрички под охраной он тоже считает что это все очень правильно причем что хорошо они оба уверены в том что как он сказал ответственность мы на себя взяли они уверены что вот то что они взяли это единственный вариант ответственности который может быть на самом деле ничего подобного и как написал в этом отношении мстительный Веллер когда они будут на лазурном берегу считать что все уже позади мы их с большой дистанции в затылок через оптику вот это другой вариант ответственности который никто из них не подразумевает и тем не менее он тоже весьма вероятен до завтра до свидания он тоже не подразумевает не подразумеваю